я осветаю на канале полимер энерго тема сегодняшнего видео это мои наушники которым пять лет это маршал мажор 3 bluetooth и первое что я хотел бы рассказать про эти наушники это все положительное которое связанное с этой моделью с эти с этой фирмой с этими наушниками второе это недостатки какие-то мои советы по поводу использования этих наушников и третье это сама переработка рециклинг так как я занимаюсь этой темой и это все отображено у меня на моем канале это смысл моего к первое это их не звучание весь смысл этих наушников как показывает практика мои наблюдения какие треки какие композиции лучше звучат на таких наушниках мажор 3 это энергичная музыка клубная для занятия спорта ну вот такое мое наблюдение потому что я пробовал слушать другие мажоры например вторые там больше идут композиции роковые и по моему сам маршал рекламирует вторую серию как роковая четвертую я прослушал в магазине они такие как бы комфортные интересные но для какой именно музыки они предназначены я не знаю я просто так понимаю что сам маршал выпуская свои все эти модели там с индексом 1 2 3 4 они предусматривают разное звучание этих наушников тем самым они хотят чтобы данные модели были актуальны длительное время то есть их можно было бы использовать не два года как написано на коробке а там пять лет может там даже и больше насколько бы хватило бы самого ресурса батареи или самого устройства но это мое такое как бы мнение мое такое подозрение что они хотят и затавливать качественные вещи но к этому вопросу качественных вещей я еще немножко дальше расскажу в нюансах дизайн у них очень такой интересный они небольшие хорошо смотрятся на голове у них есть свои логотипы маршал то есть видно что это брендовая качественная вещь даже по самому наружному состоянию этих наушников видно что за пять лет с ними ничего не случилось маска ба которая за пять лет абсолютно не деформировалась она имеет жесткость до сих пор все эти крепления полимерные они целые когда выдвигаешь сами динамики но наушники регулируешь по голове все четко фиксируется нету проседаний то есть по наружной части здесь никаких претензий за пять лет абсолютно нету все сделано нормально здесь так интересно смотрится сам джойстик управления но так может быть сначала покажется что это неудобная кнопка для включения выключения но как показывает моя личная практика очень так удобно управлять и легко научиться уже даже так на в автоматическом режиме клацаешь все режимы и удобно пользоваться здесь можно этой кнопкой само включение включаешь наушники если например надо синхронизировать с новым источником ты удерживаешь здесь есть индикация загорается например там синим цветом и это означает что они готовы к синхронизации и подают определенные звуки сами наушники синхронизируешь они запоминают источник я так понимаю сам источник с ними нормально дружит и в дальнейшем при легком даже там каком-то включении быстро происходит синхронизация не надо там заходить в меню дополнительно что-то настраивать здесь очень удобно то есть и сам источник отвечает за это качество и сами же наушники сам приемник хорошо ловит сигнал кстати по самой дистанции сигнала от в спортзале даже ходишь ну такой немаленький спортзал я телефон поставил где-то там на окне и по самому всему спортзал ухожу ни разу я не терял сигнала то есть качество сигнала здесь очень хорошая и из-за расстояния сама музыка не теряет качество батарея в этих наушниках держит очень хорошо за пять лет ни разу не было такого что они полностью разрядились и у меня были разряженные наушники даже бывает иногда забываю их зарядить ну все равно даже они всегда в рабочем как бы нормальном готовом состоянии если уже полностью идет разрядка они подают характерный звук и даже на самой индикации в телефоне когда мы входим и синхронизируемся с этими наушниками мы видим уровень заряда то есть для того чтобы слушать их на всю громкость и какое-то длительное время самой батареи хватает на долгое время за это конечно вообще отдельная благодарность этой фирме это удобно и смотрите за пять лет сама батарея она до сих пор работоспособна нету там таких явных проседаний самой батареи и долгой зарядки и быстрой разрядки по батарее зачет я не знаю что там внутри стоит но батарея довольно таки качественная это мое личное такое наблюдение качество звучания в этих наушниках довольно таки интересное я люблю слушать разнообразную музыку и в принципе за эти деньги они меня полностью удовлетворяют то есть хорошо справляется задачей но от этого ваш от качества самого звучания отвечает не только сами наушники отвечает сам источник эквалайзеры и само качество треков которые мы проигрываем у себя на проигрывателе это немаловажно по цене наушники я эти покупал пять лет назад четыре с половиной тысячи гривен вот у меня даже есть ценник на коробке но на тот момент они стоили такие деньги я сейчас для того чтобы более так дать и какую-то информацию за эти наушники зашел в интернет и посмотреть сколько они же сейчас стоят и вот смотрите я сейчас поставлю вам ценник сайта это без рекламы там нету не указано какой это сайт кто там предлагает я не занимаюсь этой продажей просто это информационная такая составляющая то я удивился какая там сейчас стоит цена даже вот я задумался не стоит ли сейчас пока они есть в продаже купить себе для коллекции еще одну новую модель для того чтобы больше наслаждаться этой модели этим звучанием сейчас в продаже есть много четвертой серии я сейчас тоже для информации поставлю ее цену там более 7000 я не знаю чем они как бы выигрывает от третьей серии под какие жанры рассчитана четвертая и как они будут звучать и как долго будут служить сами наушники это покажет только время но я говорю сделал такой вывод что сейчас бы можно было бы сэкономить немало денег купивший дешевле третью серию но новую и тоже можно сказать этих минимум пять лет у вас есть для того чтобы прослушивать и без проблем музыку и наслаждаться этим звучанием и этим удобством которые дает эта фирма маршал комплектации к наушникам идут кабеля два кабеля один у нас для подзарядки 2 для проводного подключения я как полимерщик могу сказать что кабеля очень качественные они изготовлены из качественных материалов на качественных формах здесь есть логотипы самого маршала все изготовлено очень качественно один для подзарядки как бы он необходим но я пользуюсь подзарядкой от самсунга он у меня так вот лежит я его храню так до каких-то там других лучших времен второй кабель для проводного подключения вот я за него хочу сказать отдельно я так понимаю само вот это изделие она стоит недешево его она как бы отображено на саму сумму самих наушников все здесь изготовлено я же говорю на уровне здесь позолоченные разъемы штекера то есть позолота здесь не позолота но как говорят в рекламе что они позолоченные и по внешним таким как бы характеристикам все на уровне но есть такой вот нюанс который лично бы я бы хотел бы высказать что смысла от этого кабеля нету никакого на качество звучания самих наушников она никак не влияет лучше они с этим кабелем если мы бы подключились какому-то источнику лучше музыка не не играет я пробовал на разных источниках и от ресивера ямахи и от тех же самых самсунгов используя эквалайзеры используя там еще какие-то там дополнительные настройки абсолютно ненужная вещь может она только как бы было бы необходимо только ради от этого микрофона но это как бы еще такой можно сказать уже древний подход этих микрофонов сам же микрофон и устроен самих наушниках в одном из динамиков но она не так качественно слышно конечно бы как в этот микрофон потому что он находится ниже у нас и звучание лучше воспринимается этим микрофоном но я так как я могу сказать может вы в комментариях напишите что я не прав но мои такие наблюдения это ненужная вещь и ненужная функция то есть от этого надо было бы избавиться и тем не менее можно было бы и удешевить само изделие во первых в самом производстве этот разъем убирается то есть здесь и как бы уже бы смотрелось интереснее и цена бы было бы дешевле вот я не знаю на четвертых есть этот кабель они уже как бы может послушали других обозревателей другие мнения и пришли к какому-то соглашению нужен этот кабель или не нужен а вот может если вы используете кабельное подключение вы скажите свое мнение я эту сумочку пять лет назад покупал по цене до 1000 гривен если так вот по памяти сейчас вот для интереса я зашел в интернет и посмотрел вот я поставлю сейчас картиночку сколько такая сумочка стоит я как бы усомнился это сейчас продают оригинал или не оригинал или может они так подешевели но учитывая инфляцию именно курс доллара но не может сумочка такая стоите до 500 гривен если она фирменная я может быть сделаю вам такой сейчас близкий обзор этой сумке а меня уверяю уверяли в том что она оригинальная и вы посмотрите и может если будете покупать для своих новых наушников такую сумку вы обратите внимание как должна выглядеть настоящая оригинальная вещь ну с моих слов у меня здесь нету каких-то других подтверждений вот смотрите даже вот по самому карабинчик у вот так вот выглядит карабин я не знаю на тех других подешевле как он будет качество самой сумки ну я тоже говорю как полимер щик на уровне ничего не просела вот эти наушники и были у меня и в чемодане и сумки и в путешествиях и ничего не случилось то есть когда здесь набивается какая-то пыль она легко протирается сам есть фирменный логотип маршала замочек никогда не заедал нормально четко укладывается сюда наушники они классно собираются их у так удобненько сложили вот давайте посмотрим внутри это я для того чтобы может быть вы будете подбирать себе сумочку и будете сравнивать это так или не так здесь у нас сеточка сюда удобно можно складывать и кабеля или может какую-то там зарядку вот внутри такое бархатистое покрытие но не трет сами наушники сами полимеры нету никаких потер сама сумка очень удобная необходимая вещь мой такой совет вот например когда после тренировки вы сюда положили наушники а на самих наушниках осталось влага от пота я советую так вот прийти домой положить на тумбочку раскрыть их и пускай они полежат провентилируется чтобы немножко просохли и тогда мне кажется будет дольше служить и сама сумка не напитывать никаких запахов и это будет полезно и для самих наушников если мы закроем они там ну чтобы не задохнулись это мой такой совет а вы смотрите как вам удобно давайте поговорим за нюансы вот смотрите на ихнее состояние через пять лет на внешнее состояние состояние у них очень удовлетворительное нету никаких не дефектов не трещин не поломок так как я их использую очень интенсивно сами вот эти металлические части отвечающие за регулировку за фиксацию все на месте сам металл не просел сами вот эти кабеля тоже как бы нормально все здесь закреплено и они не мешают все как бы на уровне но есть вот такой нюанс почему я именно записывая это видео это вот эти подушечки вот их не состояние через два года их него использования на самой коробке написано гарантийный срок 24 месяца от производителя то есть сам производитель гарантирует что два месяца с ней и два месяца два года с ними не случится ничего а вот через два года где-то через два с половиной даже можно так сказать появились первые вот такие вот проблемы на самих подушечках и здесь вот на вот этой части которая идет над головой там тоже есть деформация ну казалось бы какие проблемы взял и поменял подушечки вот я для того чтобы их заменить я купил в интернете вот такие вот новенькие это я так думаю не оригинальные сейчас там много предлагают таких вот вещей с китая и их можно купить без проблем но есть такой нюанс от сами вот эти подушечки которые сейчас доступны в продаже они по самому качеству очень сильно отличаются и отличается даже само использование наушников она вот поменялась не стала таким вот комфортным как было с такими вот оригинальными подушками это я вот сразу же заметил но стало не то но как бы не та фиксация но даже так мне уже не знаю кажется может даже и звук не такой ну здесь отверстия конечно больше в этих новых которые купил здесь меньше может это тоже как бы влияет на саму частоту как звучит музыка с этих динамиков но это тоже мне кажется немаловажно если вот например она также близко находится и ты все улавливаешь эти все шумы и кстати по шумам 100 стала не такая уже шумоизоляция в этих оригинальных подушках больше шумоизоляция чем уже в этих которые я поставил но есть этот нюанс чтобы я вот именно посоветовал и попросил бы самого производителя вложите пожалуйста в саму коробку к наушникам дополнительно оригинальные свои подушки так как если вы рассчитываете на то что вы цените мнение клиентуры и боретесь за саму клиентуру вы от пожалуйста как бы этот вопрос продумайте положите дополнительный комплект и вот эту тоже вставочку чтобы можно было ее поменять там в интернете есть инструкция как это все разбирается и как это все можно зачехлить то здесь проблем не будет и никто как бы особых претензий вам по этому поводу не будет высказывать наоборот только уважение я вот например по любому хочу купить еще другие маршалы и другую модель или может даже еще повторно эту же как бы там учитывая эти сейчас цены обзаведусь такими вот наушниками и мне бы не хотелось бы сталкиваться вот с такими обратно проблемами что я должен где-то искать и покупать и уже ставить не оригинальное на оригинальное вот давайте я вам сейчас покажу как меняется здесь подушки здесь ничего сложного нету ничего ковырять но тот кто не знающий там я видел ролики на ю тубе ковыряют отверточка здесь ковырять не надо здесь вы против часовой стрелки проворачивайте вот эту подушку и она легко снимается здесь есть такой замочек здесь такие выступы и она в замочек легко фиксируется и кстати вот это оригинальная часть вот эта оригинальная подушка она фиксируется и защелкивается как бы плотно без всяких проблем там все рассчитано до микронов все входит очень плотненько и она зафиксировалась но вот эти вот которые я купил 1 фиксируется более-менее нормально а вторая потом уже когда используешь она немножко прослабливается и откручивается надо так вот иногда поправлять то есть тоже нюанс это тоже проблема ну как бы вот смотрите вот эту часть берем и вот так вот берем за этот самый закрепление и против часовой стрелки откручиваем видите она плотненько все эти даже устанавливаешь нелегко устанавливается вот раз и она там как бы саму таким движением он уже может так легко и открутиться отведите она раз и спадает то есть туда же само качество именно вот этих запасных не оригинальных она отличается давайте я вам еще покажу с внутренней стороны без самих подушках как должны выглядеть динамики тут много кто определяет там именно оригинальные или не оригинальные то есть здесь обращают внимание на вот этот qr-код его сканирует и он должен отображать сразу же эту модель переходить по этому qr но я думаю даже те кто копирует это но никаких проблем qr-код сюда налепить нету здесь у нас все как бы какие-то надписи вот мы видим что у нас сам аккумулятор 500 миллиампер 5 вольт здесь какие-то там идут обозначения но так вот они выглядят и тоже смотрите за пять лет нету ничего ничего с ними не случилось не отсырела там и нету никаких нюансов то есть вот по подушечкам вот такое вот мое мнение такая вот моя претензия если вы как бы за нас думаете подумайте о ихнем дальнейшем использование так как за за пять лет с ними абсолютно ничего не случилось они не потеряли по наружной части никаких своих там физических свойств все выглядят нормально там не на солнце они не потеряли своего цвета не добавились какие-то трещины все удовлетворительно то есть я думаю даже вот поменявшие это все на оригинальное можно было бы и не заморачиваться дальше их использовать и даже на это не обращать внимание я бы даже не обращал бы внимание действительно если бы в коробке шли бы эти запасные части никто бы не думал что есть какое-то недоверие к этому производителю и к этой модели но есть еще такой совет как бы если я там уже с точки зрения экологии я бы вот посоветовал бы самому производителю производить эти подушки вот таким вот образом внутреннюю часть вот этих вот подушечек ставить из кожи то есть вы смотрите наружная часть все здесь целое ничего не случилось а вот внутренняя часть она вот именно за того что именно идет прикосновение и попадает сюда влага и из-за этого идет отслоение от этого именно материала и к коже так называемой используя здесь кожаная как бы покрытие кожаные материалы она бы еще бы служить служила бы и ничего бы с ним не случилось бы но тут если уже там есть и девизы экологические там за эко-материалы то вы же подумайте но вы здесь используете саму кожу это натуральный материал а уже для самой если с точки зрения экологии переработки сам материал вот этот эко кожа он нанесет вред тут две беды то что мы используем это эту кожу животных это да действительно беда это большая как бы претензия из тут с этой точки зрения я тоже склонен к тому что не надо так использовать животных во вред самой природы то есть тут должен быть какой-то баланс если там одна беда то такая вторая беда такая и так не так и так не это тут даже если посмотреть с экономической составляющей если вы положите допустим еще один комплект оригинальных подушек и это будет дороже на самом изделии то есть здесь такие варианты где можно удешевить еще дешевле сделать даже если вы положите дополнительные какие-то комплекты это во первых вот это вот коробка ненужная куда вы потратили кучу ресурсов зачем мне эта коробка она изготовлена да там с бумаги с картона но это такое там как сервант ставить зачем оно мне надо и его тем более не использую эту коробку здесь куча обрисованных всевозможных там инструкций которые я могу посмотреть в интернете внутри есть еще документация там такая книга который никогда не кто не читает и тоже это все для того чтобы потом дальше переработать куда его девать откуда мне эта коробка смысл мне от этой вашей красивой коробки вы сюда лучше обратите внимание на качество изделия за которые я отдал деньги я же за эту коробку тоже заплатил и немало так как если ее так вот вблизи рассмотреть ее разложить это там потрачено во первых немало ресурсов природных а во первых за сами материалы я заплатил немало денег то есть это можно было вообще убрать и изначально тогда можно было бы продавать это все в этих сумочках так как показывает практика что это очень необходимая удобная вещь и уже мы складываем здесь такую свою цену например на том же самом картонном листе у нас есть вакуум формовка у нас есть там вот так вот находится сама вот эта сумка в сумке у нас сами вот эти наушники рядом там при формовке дополнительные подушки уже какая экономия даже экономия на вот этой ненужной коробке которая просто как бы никакого толку от нее нету дальше вы отдельно тогда может там через свои интернет магазины продавайте вот этот кабель он не нужен я за него заплатил я бы лучше бы за этот кабель бы получил бы дополнительно вот эти вот амбишуры но если бы нужен был бы кабель я бы купил бы но перед тем бы конечно надо было бы изучить нужен он или не нужен я уже не затрагиваю тот вопрос что в самом изготовлении этих наушников не надо было этот разъем так как вот именно показывает практика на качество звучание это не влияет я там может и выслушаю в комментариях какие-то там сомнительные претензии по моему высказыванию но я музыку слушаю всю свою жизнь и у меня всевозможные есть и наушники и портативные колоночки и домашние кинотеатры минимум у меня ямаха то что я слушаю то есть я все дефекты всю некачественную музыку высчитывают на раз и то есть мне как бы рассказывать что я не прав в своем этом ну это как бы мнение каждого если там для внушения там то слушать и тогда через кабель это такое мое мнение как бы вы имеете право на свое мнение я имею право на свое мнение которое обосновано на какой-то практике на каком-то опыте и еще такое дополнение по самой переработки так как я занимаюсь переработкой всевозможных материалов устройств приборов оригинальных неоригинальных то есть я хочу высказать свое мнение первое что я хочу обратить внимание то есть идет вопрос как бы к оригинальным вещам как утилизируется перерабатывается оригинальные вещи так как каждый человек который отдал не маленькую сумму за какое-то изделие за какой-то девайс и он хочет как бы его сохранить и использовать максимально дольше в своей жизни если нету каких-то особых причин к этому и вот для начала я хочу обратить внимание так как эта фирма заявляет о своем качестве о долговечности и тем же самым каким-то моментами допускают такие вещи чтобы что-то поставить сюда некачественные которые будут служить недолго тем самым уже самого клиента самого потребителя подтолкнуть к тому что он должен купить уже новую вещь и как бы невзначай как бы в таком месте типа это уже сам потребитель может в этом виноват ставят такие вот некачественные материалы которые служат недолго как показывает практика я еще раз повторяюсь это так чуть чуть больше двух лет а на самой коробке производитель указывает гарантийный срок 24 месяца то тут уже тоже может быть и даже и станет вопрос самой же утилизации переработки таких вещей и тем же самым вот смотрите кабеля есть целая как бы такая уже уловка самих производителей они каждый раз стараются использовать кабеля с разными разъемами тем самым добавляя нагрузки на саму переработку на саму экологию то есть зачем это делать вы используете уже определенно какие-то свои фирменные или разъемы а еще бы лучше конечно было бы если бы у вас бы у производителей у серьезных производителей было какое-то свое соглашение что вы используете разъем от такого-то плана и не надо нас подталкивать потребителей к тому чтобы мы покупали новые и новые разъемы а те не подходили и мы их выбрасывали куда-то а дальше это обратно нагрузка на экологию так как переработчики такие вот вещи они стараются обходить стороной это маловероятно что кто-то будет этим заниматься и какой-то разборкой или какой-то утилизацией так или иначе это все пойдет в нашу планету в нашу экологию в нашу экосистему то есть вы как бы вы знаете это это не то что я там космос кому-то космически открываю это явные вещи это маленькие такие нюансы там где именно специально так делают чтобы как бы шел оборот оборот этих вещей оборот денег оборот потребителей и всего остального что касается переработки вот например таких вот наушников или аналогичных этим то здесь по переработке абсолютно нету ничего ценного повторно здесь использовать мало что можно это же эко кожа ее надо утилизировать ее нельзя допускать до свалок те же самые полимеры их очень невыгодно отсюда вынимать разбирать они никакой экономики не принесут это только утилизация здесь внутри батарея она должна идти по специальной программе утилизации самих аккумуляторов батарей немного металла немного пластика то есть по разборке ничего выгодного в этом нету это только же я говорю утилизация если на коробке указан рециклинг повторное использование это касается не самих наушников это по всей видимости касается только этой коробке красивой дорогой большой коробке вот такая толстая здесь есть значок цыг рециклинг это неправда 5 рециклинг самой коробки правда рециклинг самих наушников неправда что там можно именно вторично использовать ну тогда может надо уже по честному писать этот рециклинг рециклинг коробки там 95 и циклин наушек наушников например 50% там 50% которые вообще не перерабатывается та же самая как кожа аккумулятор а может там какие-то полимеры сколько-то грамм и перерабатывается тогда пишите вот именно так может здесь у нас ведерочка что нельзя их выбрасывать на свалку это касается именно из-за самого аккумулятора потому что он для экологии для бесконтрольного его выбрасывания на свалке это опасно вот коробка переработается нормально здесь картон но тоже кто-то кто будет играться с этими коробками с утилизацией здесь вы вложили еще ненужную вот эту книгу толстую зачем она мне нужна она что через какие-то там десятилетия будут стоить каких-то денег какие-то инструкции вот эти управления кнопок я все в интернете за пять минут узнал как ими управлять и сам поклацал и быстренько научился вот эта книга зачем 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 я ее купил у вас не то что я по своей воле купил бы мне ее вложили и за это взяли деньги она мне не нужна по каким это нормам экологическим с кем мы идет вообще консультация согласование что именно вот заезжает данная продукция в какую-то страну и должна быть такая граммезная книга с описанием чего-то кому-то ну мы живем в современном мире вот это вот граммезная толстая тяжелая коробка здесь лежали наушники и что чтобы так вложились в эту коробку вместо этой коробки я уже как бы повторяюсь с предыдущего предложения с этой лучшей коробки обратите внимание на качество своего изделия поставьте качественные материалы или дайте качественные оригинальные заменные те же самые подушечки и все такое ну это мое такое мнение мой такой подход к экологии к использованию ресурсов и мой девиз такой я именно за этого снимаю эти ролики чтобы немножко как бы обратить на это внимание и как бы заинтересовать вас потребителей вас производителей я не думаю что может там кто-то и увидит этот ролик но если кто и увидел огромное вам за это спасибо большая благодарность дякую за увагу слідкуйте за моими новыми видео дякую пока